На железнодорожных путях по Волдарской области обнаружили труп 31-летнего мужчины. Сообщение об этом в полицию поступило рано утром. Выяснилось, что погибший трудился электромонтером-контактником. Мужчину при выполнении работной линии высокого напряжения поразило током. Имеются очевидцы. По данному факту проводится проверка, назначена судебной медицинской экспертизой. Кровлю из четырехэтажного здания сорвало ветром в Восточной Казахстанской области. Случилось все в городе Алтай около полуночи. В это время там был шквальный ветер, порывы которого достигали 17 метров в секунду. В итоге 300 квадратных метров кровли оказались разрушены. К счастью, никто не пострадал. Размер ущерба, нанесенного стихией, сейчас выясняет специальная комиссия. Крупный пожар случился на пилораме в Семее. Возгорание сообщили рабочие. Пламенем были охвачены пиломатериалы. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Ликвидировали его 25 человек. Также были задействованы 8 единиц спецтехники. Пострадавших нет. Причину устанавливают дознаватели. Наркокурьера задержали полицейские в экибастузе. При себе у него была особо крупная партия запрещенных веществ. Сейчас 25-летний житель города содержится под стражей. По данному факту проводится досудебное расследование. В салоне его автомашины обнаружены изъято три брикета и один балькинерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. По результатам экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством, высушенной марихуаной весом более 12 килограмм. Сразу три группы браконьеров задержали карганинские полицейские. С поличным стражепорядка взяли промышляющих незаконной ловли рыбы граждан в акватории озера Балхаш. Вторую бригаду застали врасплох, буквально перед отправкой. В итоге полицейские изъяли четыре моторные лодки и почти два километра рыболовных сетей. Одну операцию по задержанию браконьеров провели на суше. На территории Улуталовского района в ходе рейда задержаны группы браконьеров из четырех человек. Они передвигались на автомобиле, в багажнике которого полицейские обнаружили мясо предположительно дикого кабана и охотничье ружье. По всем фактам начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.